Совсем недавно я попробовал записать новости на неделю вперёд, там, знаете, новости и по Black Rush, и по Резон РП, поэтому многие могли заметить, что новости, которые выходят на моём канале, они такие, знаете, какие-то запоздалые, что ли, типа, ну мы же все и так обо всём этом знали, ты, типа, ты чё, серьёзно, типа, зачем ты вот это нам рассказываешь, когда мы уже сами всё это давно увидели, на серваках всё это давно вышло, или там всё это давно прошло, поболело и так далее, то есть, зачем ты всё это рассказываешь? Всё очень просто, я попробовал, так знаете, вот, на неделю вперёд записать, получилось неплохо, но знаете, сколько новостей вышло в моих любимых новостных журналах, пока я, знаете ли, сделал новости на неделю вперёд? Очень много, и это не может не радовать, потому что тем для обсуждения их, как бы, много новостей, их там ещё больше, и поэтому давайте мы сейчас всё это обозреем, там, за минут 5, может быть, 6, может быть, там, ещё поменьше, я не знаю, в общем-то, как получится. Теперь все позиции диалогов на Arizona Roleplay будут сохраняться даже после перезахода в игру, казалось бы, мелочь, но очень удобно. И тут, как бы, новость от самой мастерской Arizona Games, давайте всё это посмотрим, обсудим и расскажем. Обновление Arizona RP, двоеточие. Улучшено сглаживание текста в диалогах. Ну, типа, улучшено и улучшено, ладно, чё бухтить-то. Исправлено отображение курсора в диалогах после сворачивания игры. Я, если честно, не встречался с каким-то, там, знаете, некорректным отображением курсора в диалогах, поэтому, там, тем более после сворачивания игры, поэтому я сказать тут ничего такого серьёзного-то и, в общем-то, не могу, поэтому как-то, ну, вроде того. Ладно, неважно. Добавлено сохранение позиций диалога. Вот это идёт с самым последним, тем не менее, почему-то LifeSamp это выделили, как такую, знаете, мелочи приятную. Нет бы разобрать все вот эти вот три пункта, которые тут были по порядку, они рассказали только о самом последнем и о самом, как я понимаю, маленьком по поводу всего этого. Однако, я же не LifeSamp, я же разберу всё это наиболее подробно, поэтому давайте уже ко всему этому приступим. Как бы, лучше на сглаживании текста в диалогах. Типа, я не замечал того, чтобы вот текст в диалогах, шрифт, там, и так далее, и, может быть, нечто подобное, чтобы оно было как-то, там, не сглажено, чтобы оно было как-то плохо. В общем, неважно. Я зайду, вот, снимать геймплей для этого видеоролика и посмотрю вообще, как оно там всё изменилось или не изменилось, или что вообще произошло. Потом вот это, вот, знаете, исправление курсора в каких-то вот этих вот диалогах после сворачивания игры. Я не знаю, кто вообще будет сворачивать GTA Samp. Зная то, как вообще работает GTA San Andreas Multiplayer на Windows 10, да и на всех остальных Windows'ах тоже, то есть, сворачивать будет просто какой-то, наверное, безумец, который, типа, Ай, да мне, знаете, наплевать на мою жизнь, там, знаете, на мою семью. Мне без разницы, я всё это сверну, и всё. И, к тому же, знаете, справляйтесь со всем этим, как хотите. Наверное, вроде того. То есть, это прям какой-то, я знаю, то ли эгоист, то ли экзорцист, то ли вот нечто подобное, потому что сворачивать игру, ну, это, это очень странно. Типа, тем более GTA Samp, тем более, когда у тебя открыт какой-то диалог и, там, курсоры и всё вот это прочее, непонятно. И самое последнее, на что Live Samp Mobile Roleplay обратили больше всего внимания, это сохранение позиций диалогов. Вы, наверное, знаете, что теперь диалоги, там, на вот этом вот всём Arizona RP, их можно двигать, как окна в Windows. Я об этом рассказывал, когда, там, знаете, уже давно, потом я всё это показывал, демонстрировал на всех своих видеороликах, там, знаете ли, когда геймплей снимал, там, зайти в гараж, может быть, открыть меню MM, там, открыть нечто подобное. То есть, я всё это уже показывал. Я думаю, что если вы всё это видели, то вы, как бы, всё это видели и понимаете. И дело в том, что, когда ты выходил из игры, вот эти вот все настройки, того, куда ты перемещал, вот эти вот диалоговые окна, они все сбивались. И, как вы понимаете, это не особо хорошо. Типа, потому что ты, вроде как, поставил уже всё, зачем оно куда-то вот туда дальше уходит, непонятно. И поэтому сейчас они, я так понимаю, всё это исправили и это замечательно. Хотя, это даже нельзя сказать, что это исправление. Это просто вот как, ну, вот такая вещь, что ли, которая есть. И она присутствует, она, типа, не лишняя, она замечательная, крутая, хорошая. И, вообще, я горжусь тем, что вот нечто подобное происходит. Однако, ладно, я снимал, я играл, я рассказывал об обновлениях на проекте Arizona RP. Но играю я на сервере Phoenix. Это самый первый сервер, поэтому заходите либо по IP-шнику в описании, либо там заходите на официальный сайт. Оттуда там самый первый сервер. Так, заходите, смотрите, показывайте. При регистрации вводите мой никнейм Данте Коннор. Потом по достижению вами, то ли 5-го, то ли 6-го, то ли ещё какого-то уровня, вводите мой промокод nootoxic54. И там вообще у вас всё получится, всё произойдёт, всё случится. Поэтому, если вам всё это нужно, если вас всё это интересует, то, разумеется, заходите, узнавайте, познавайте. И вообще, там, знаете ли, видео новое выйдет завтра в 20.00, а может быть и немножко попозже. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания. Ну и, разумеется, пока.